Субтитры создавал DimaTorzok Пост в месяц Рамадан является одним из столпов ислама. Совершеннолетний, умственно полноценный и здоровый мусульманин обязан соблюдать этот 30-дневный пост. Каковы же его правила? На эту тему сегодня беседуем со старшим преподавателем Российского Исламского Института Рустам Хазратом Нургалеевым. Уважаемый Рустам Хазрат, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатху. Алейкум ассаляму алейкум. Рустам Хазрат, какие условия необходимо выполнить для того, чтобы пост был принят? Изначально стоит сказать, что есть условия, которые влияют на то, будет ли пост засчитан по канонам исламского права, будет ли он принят всевышним. Здесь уже, конечно, одному Всевышнему известно. Потому что помимо определенных правил соблюдения поста, именно канонических, о которых мы сейчас поговорим, есть еще такие же правила, которые несут, скажем так, духовное содержание. Потому что пост это все-таки сдерживание от гнева, сдерживание от конфликтной ситуации, сдерживание от грехов, совершение благодеяния. Поэтому, если человек будет поститься и хорошо, правильно все соблюдать, но при этом будет злословить и совершать грехи, то, я думаю, его пост будет очень малоценен или, может быть, вообще неприемлем. Стоит отметить, что пост, как отдельная другая обязательность, принимается любым мусульманинам. Даже более того, это такая возможность искупить грехи, потому что Всевышний обещает, если он будет совершен в ожидании награды и с трепетом, то Всевышний простит все грехи. Поэтому давайте обратим внимание на то, какие есть правила соблюдения поста. Пост, в первую очередь, это воздержание от приема пищи, воды, интимной близости с утренней зари до заката солнца. Поэтому эти действия нарушают пост. Но пост могут нарушать действия, которые восполняются другими днями, а могут приводить к восполнению и еще штрафной санкции. Ну, давайте по очереди. Например, употребление вещей, которые не являются пищей, нарушают день поста. Ну, например, я съел пуговицу или я съел сухой рис. То есть, то, что по сути пищей не является неприготовленной, то я должен восполнить один день в любой другой день, вне Рамадана. Или если я употребляю пищу, готовую или лекарство, но у меня на то есть шариатское позволение. То есть, недуг, болезни. То есть, врач мне сказал, что у тебя там такие-то болезни, это приведет к ухудшению их. Ты имеешь право кушать в течение дня. Я кушаю и я восполняю эти дни в другое время. Но есть действия, которые помимо восполнения, как я уже говорил, ведут к штрафным санкциям. Штрафная санкция представляет из себя 60-дневный непрерывный пост. Это употребление пищи, еды, питья, курение непозволительное. Что значит непозволительное? То есть, мне не позволено, то есть, врач не сказал, что мне нужно принимать, скажем так, пищу. У меня нету там, не знаю, страшного гастрита, у меня там нету болезней, которые отсутствие пищи или лекарства приведут меня к ухудшению или, возможно, к смерти. Я просто, мне сложно или просто мне лень. Я решил сегодня покушать. Или день рождения у кого-то, да? Ну, ради дня рождения думаю, дай-ка покушаю. Вот за такое послабление неправомощное я должен восполнить один день и пропаститься 60 дней. Также интимная близость. То есть, если вдруг я не сдержался и в течение светлого времени суток приблился к женщине, да, то она засчитывается нарушением постом 60 дней штрафной санкции. Поэтому, ну, давайте вот те вещи, которые не нарушают пост, но многие в них сомневаются. Как, например, закапывание глаз не нарушает пост. Инъекция внутривенная, внутримышечная, подкожная, да, не нарушает пост. В дыхании, случайно в дыхании дыма, пыли, муха залетела случайно, не нарушает пост. По ошибке поел. То есть, забыл, что, оказывается, Рамадан. Пришел на базар выбирать огурцы и забыл, что Рамадан. Ну, просто отключилось сознание. Съел, проглотил огурец, по преданиям говорят, тебе сделал подарок сам Всевышний. Он тебя накормил в Рамадане. То, что во рту осталось во время осознания, что это Рамадан, нужно удалить. То, что проглотил, это подарок Всевышнего. Не нарушает пост, восполнять его не нужно. И вот таким образом, если мы будем внимательно относиться к этим правилам и сдерживать себя, иншаллах, мы будем прощены Всевышним. Благодарю вас, Рустам Хазрат, за исчерпывающий ответ. Ас-саляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракятуху. Алейкум ас-саляму арахматуллахи ва-баракятуху.